МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас в гостях Юлия Попова, майор юстиции, заместитель руководителя 4-го отдела проследования особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю. Здравствуйте, Юлия Михайловна. Здравствуйте, Кирилл. Юлия Михайловна, какие преступления чаще всего совершаются в отношении детей? Какие самые резонансные? В отношении детей, как правило, основным, так скажем, преступлениями, которые совершаются в отношении детей, это в первую очередь преступления против жизни и здоровья, такие, как убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, полегшее за собой смерть несовершеннолетнего. 109-е – это причинение смерти по неосторожности. Также совершаются преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Это преступления, предусмотренные 131-й, 132-й, 135-й. Ну и, соответственно, халатные действия различными категориями сотрудников. Вот уже два года, как работает этот отдел, сотрудники которого расследуют уголовные дела о преступлениях, совершенных в отношении детей, и непосредственно самими несовершеннолетними, а до этого вы работали следователем отдела. Вот в вашем производстве наверняка были интересные дела. Какие самые там яркие примеры у вас были? Ну, вообще, все уголовные дела оставляют след в памяти, поскольку они все необычные, они все особенные. В прошлом году было направлено уголовное дело в суд. В данный момент вынесено обвинительный приговор. Направляли уголовное дело в отношении директора детского лагеря, который, соответственно, допустил многочисленные нарушения при организации работы, что повлекло к последствиям в виде падения несовершеннолетнего ребенка в реку, Катунь. До настоящего времени труп, к сожалению, ребенка не найден. Но, тем не менее, несмотря на все трудности при расследовании уголовного дела, противостояние всевозможное, обвиняемым органам следствия все-таки удалось направить дело в суд и вынесено обвинительным приговором. Ну, действительно, такое резонансное дело, я даже помню эту историю. Да, совершенно верно. Это озвучилось, да, в средствах массовой информации. Но вот нередко дети попадают в ловушку злоумышленников через интернет, с помощью интернета, глобальной сети, и преступник может при этом находиться где угодно. Как вы вот находите этих преступников? Как удается вам раскрыть эти преступления? Ну, на самом деле, на данный момент преступлений, связанных именно с интернетом, совершенных при использовании сети интернет, достаточно много становится, и становится все больше и больше с каждым годом. Но, тем не менее, есть практика, и практика обширная. Мы раскрываем преступления, совершенные посредством сети интернет, используем при этом, так скажем, взаимодействуем с различными структурами. В первую очередь, большую помощь нам оказывают сотрудники ГУВД Алтайского края, налажена система и взаимодействие с теми же самыми операторами, которые оказывают услуги интернета. Если люди думают, что они совершили преступление посредством сети интернета, и они не будут за это наказаны, это неверно. Любое преступление оставляет след? Любое преступление оставляет след, совершенно верно. А приведите пример какой-нибудь. В прошлом году были направлены нашим отделом уголовные дела, где были установлены лица, которые находились очень далеко за пределами Алтайского края. То есть находились в других субъектах, совершали преступления в отношении несовершеннолетних, которые находились на территории города Барнула, на территории Алтайского края. В том числе на данный момент в производстве отдела также находятся подобные категории уголовные дела, тоже раскрытые. Что необходимо знать родителям детей, которые постоянно находятся в интернете? Какие-то советы, может быть, как оградить ребенка от компьютера, от интернета, чтобы он не попался на удочку? Ну, в первую очередь, все-таки не стоит забывать о профилактике. Самое главное направление, наверное, как деятельность правоохранительных органов, так и родителей несовершеннолетних. Все-таки необходимо знать и контролировать то, чем занимается ребенок в свободное время. Необходимо все-таки знать, какие сайты ребенок посещает, поскольку несовершеннолетние – это у нас самая незащищенная, так скажем, категория населения. Они могут быть подвергнуты в этой сети интернет различным преступным деяниям, как касаемых половой неприкосновенности, так и экстремистской направленности и других подобных противоправных действий. Поэтому все-таки лучше за детьми следить. Это самый надежный вариант. После преступления ребенок иногда, да иногда зачастую у него происходит стресс, да? Как выйти из этого состояния? Опять же, родителям какой-то, может быть, совет дадите? Естественно, любое преступление оказывает психологическое воздействие на ребенка. Здесь, что касается нас, да, со стороны Следственного комитета, мы взаимодействуем очень плотно с различными социальными учреждениями, которые оказывают психологическую помощь, причем оказывают психологическую помощь не только несовершеннолетним, но и их родителям. Наша цель – не только раскрыть преступление и добиться наказания соответствующего, да, совершенному преступлению, но и все-таки оказать помощь посильную и всевозможную потерпевшим от преступных посягательств. Ну, не так часто, мне кажется, семьи обращаются к психологам после таких, закрываются наоборот и стараются это как-то вот себе все это пережить, семье. Ну, это не совсем верно. Все-таки родителям, чьи дети стали объектом преступления, все-таки не стоит это все переживать в себе, поскольку это достаточно серьезно может наложить отпечаток на психику ребенка в дальнейшем. Поэтому просьба обращаться, не затягивать, да, и обращаться к нам. Юлия Михайловна, какие самые значимые дела сейчас вот находятся у вас в производстве? Расскажите, поделитесь. На данный момент, ну, вообще, поскольку специфика нашего отдела – это преступления, которые совершены несовершеннолетними, и в отношении них у нас находятся в производстве наиболее резонансные уголовные дела, которые совершены на преступлениях на территории Алтайского края. Соответственно, точно так же различные категории. То есть это от преступлений против жизни и здоровья несовершеннолетних, о чем выше говорилось, да, против половой неприкосновенности и различные другие самые серьезные и самые тяжелые, соответственно, дела. Как вот вам в этом неженском, казалось, деле удается-то не подвергаться вот этому стрессу, держаться? На самом деле в нашей работе случайных людей нет. И без разницы, женщина это, мужчина. Нужно любить нашу работу, чтобы получилось что-то. У нас, соответственно, когда мы работаем с потерпевшими, с нашими подозреваемыми, обвиняемыми, психологически это достаточно сложно. При этом цель нашей работы добиться все-таки того, чтобы преступник был наказан по закону. И для того, чтобы цель эта была достигнута, соответственно, стараемся абстрагироваться, но тем не менее стараемся, но не всегда получается. Вот как? Вот как вы закрываетесь, как вы стараетесь абстрагироваться? Вот расскажите вот про свой пример. Не думать, переключаться на другую тему. Переключаться на другую тему и, соответственно, думать о том, что человек пострадал, ему нужно в первую очередь помочь. И когда цель поставлена, проще идти к этой цели, невзирая на, так скажем, сторонние факторы. А после таких вот историй вам к психологу тоже, может, иногда стоит обращаться? Нет? Прецедентов не было. Не было прецедентов. Нет, не было. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Спасибо. А я напоминаю, это была программа «Наше время». До новых встреч. До свидания.